Ну и, соответственно, купить очередную бричку для проекта «Тачка за миллион», а может даже две, потому что бюджет, я думаю, что будет позволять. Ну, здорово, красавчик! Короче, ребят, чек пропал. Всё, ребят, БМВ продано. Ну, давай тогда, что, скидывай, я жду и отправляю, звоню тебе. Так, заправились, Рома говорит, что машина едет по-другому. Сейчас, блин, жалко, знаешь, что мы сейчас не первые на светофоре. Ебать! Вот это нормально! Короче, 100% буду искать Каен, прям до Талова. Ну что, ребят, вот мы и приехали, короче, в Москву. А перед началом ролика хочу порекомендовать вам канал Ильдара Егорова. Это мой коллега, который занимается автомобилями, живёт автомобильной жизнью, покупает разный автохлам, мутит тройные обмены, с удовольствием делится этим с вами. Переходите на его канал, смотрите, чем он там занимается. Кстати, в ближайшее время он обещал выложить видос, как вытащил тачку из-за логов банка. Ссылочку на канал оставлю в описании. Ребят, всем привет, это очередной выпуск проекта «Тачка за миллион». Напомню, я всё ещё коплю на тачку за миллион рублей путём перепродажи автомобиля. Ну а в прошлом выпуске, как вы помните, я царапнул вот этот замечательный автомобиль. Это BMW 3 в E90 кузове, 2 литра автомат. Напомню, купил я за 290 тысяч рублей. Довольно-таки неплохая цена, значит, по косякам здесь быстренько пройдёмся. Это кузов, конечно же, да, есть курики и болячки. Ну и основное, это подтраивает мотор иногда, и иногда вылазит чек. Поэтому с этим автомобилем мы глобально ничего делать не будем, в плане того, что, ну, с кузовом, да, единственное, что нужно будет разобраться с чеком, то есть строением двигателя, и я думаю, что прямо в этом состоянии я её буду продавать. Также в проекте у нас ещё Мерседес С-класса, который я покупал за 75 тысяч рублей, где-нибудь здесь он появился, и остаток бюджета 193 тысяч рублей. Буквально на днях у меня выходил выпуск по Мерседесу, там была техничка на третьем канале. Я всё, в принципе, с ним закончил, да, всю техническую часть. Мерседес задавал вам вопрос, чтобы вы в комментариях написали своё мнение. Будем мы делать дальше Мерседес, ну, в плане кузова, либо просто продать в этом состоянии, двигаться дальше, да, копить дальше на тачку за миллион. Так вот, большинство из вас написало, что скидывай в этом состоянии, как бы ты довёл, да, вроде как делал до конца. Ну, конечно, не совсем до конца. Там ещё по вложениям можно нормально на него вложить, но он на ходу, всё передвигается, всё как бы чётко. Поэтому я его буду продавать в этом состоянии. Он мне обошёлся в 90 тысяч рублей. Напомню, брал за 75, вложил ещё 15. Всё, что вкладывал, есть там на третьем канале, соответственно. Ну, и здесь сейчас прикреплю картинку по вложениям. В общем, и того, получается, вот эта тачка Мерседес С-класса, 193 тысяч рублей минус вот эти 15, и получается 178 тысяч рублей остаток бюджета. В планах у меня в этом выпуске продать все две тачки, ну и, соответственно, купить очередную бричку для проекта тачки за миллион, а может даже две, потому что бюджет, я думаю, что будет позволять. Эту тачку я буду продавать по низу рынка, соответственно, как говорю, разберусь с чеком, и, как обычно, к себе там в Телеграм, в Инстаграм её закину, я думаю, что рублей за 340-350, да, и за эти деньги она должна продаться. Поэтому сейчас я еду к Красавчику, к Александру, да, гоню эту тачку, мы её читаем, соответственно, устраняем причину, дальше еду на мойку, мою этот автомобиль, ну и выкладываю к себе в Инстаграм, либо в Телеграм, если там забирают, хорошо, если не забирают, то уже на более серьёзные сайты объявления. Ну и так же будет с Мерседесом, тоже еду на мойку, хотя он, наверное, чистый, и тоже выставляю в Телегу, либо в Инстаграм. Так что желаю вам приятного просмотра. Ну здорово, Красавчик! Короче, ребят, чек пропал, но мы сейчас всё равно попробуем почитать, потому что в памяти ошибка должна остаться. Тупит она, конечно, жёстко, я в пол нажимаю, прям секунд 10 ждёт, и только потом едет. Ну, в смысле, обороты развивают? Да, да, да. Чё там? Чё-то за слонки взросли? Чё, это ошибка? Ну да. Ну, они в истории-то. Ну, походу, если они в истории, значит, они были. Ну, ты же сейчас можешь стереть, да, и мы ещё попробуем, и посмотрим, появится, нет. Ну да. Пропуск и зажигание во втором цвинге. И ещё в каком-то непонятно в каком. Ну, сейчас вот он ровно работает двигатель. Да. Ну, вот ты сейчас удалил тогда все ошибки, и попробуем ещё показать, и посмотрим. Ну, она будет прокатиться. Ну да. Удалю. Да, да, да. Сбросил, значит, Красавчик, все ошибки. Сейчас мы катнёмся. Там, короче, ошибка была, что-то по Ваносу. Непонятно, что, ну, может, его отключали, что-то там он говорит. Ошибка, значит, по третьему цилиндру вроде. Чё ещё? И, ну, пропуски зажигания. Да и больше вроде всё. Вот сейчас мы катнёмся. А, ещё по этой, как бы, по дроссельной заслонке ошибка была. Сейчас я катнусь в кружочек. Ну, и подъеду. Заново попробуем почитать. В общем, катнулись. Дал я ей маленько, так сказать, просраться, да? Вот, подсними обороты, как плавают. Это вот я на Д стою. Начали плавать обороты. Человек пока не загорается. Сейчас мы... Сейчас мы подъедем и как раз прочитаем, что это за ошибка. Твой взгляд глубже, чем Байкан. Сильно залива где-то в Сибири. Тебе залежи из груда или девичьих слёз, как минимум. Одет в чёрное ты ночь или сколочь, не знаю. Мне все хотят с тобою помочь, но я пока не разобьюсь, летаю. У нас была не любовь, это было на Сибири. Твое чувство стало меньше, чем погода в России. Я шел грустный, быть первым, теперь по снегу на Сибири. Твое чувство стало меньше, чем погода в России. Твое чувство стало меньше, чем погода в России. Твое чувство стало меньше, чем погода в России. В общем, ребята, итог какой. Вот только что уехал я от пацанов. Всё-таки нашли мы причину, вроде как нашли. Там стоит, в общем, два датчика распредвала на впускной, на впускной. Один из датчиков вышел из строя, потому что он весь в масле внутри. То есть через него, там прям на нём трещинка, через него прям просачивается масло. Но он, короче, не рабочий, он просто треснут. Второй нормальный. В общем, я уже заказал датчик. Датчик этот стоит всего лишь 600 рублей, конечно же, не оригинал. Придёт он мне завтра. Я уже, наверное, думаю, что сам смогу его поменять. В принципе, вот это вот, как мне красавчик объяснил, да, вот это вот вся и есть причина. То есть там ошибки по застонке, по дросселю и по дросселю. То есть это всё тянет за собой вот эти вот последствия датчика. По аванусам, значит, там стоят два клапана, там по аванусам, стоят два клапана, которые мы вытаскивали. И один клапан вообще прям весь забитый, вся сетка по аванусам забита. Другой более-менее, но тоже забитый. Короче, соответственно, машина не едет, потому что эти сетки напрочь забиты. Их тоже, по сути, либо поменять, либо, я не знаю, вот эти сетки вообще вытащить. Но эти сетки, как бы, если вытаскивать, то хватит ненадолго. Поэтому надо, чтобы лучше поставить новую, короче. Ну, я думаю, что это уже новый владелец сделает. Мы их почистили, на какое-то время хватит. В общем, всё, жду датчика. Я напьюсь, я сильно напьюсь. Я так хочу позвонить тебе, но, пожалуй, воздержусь. Я ненавижу твоих бывших, ненавижу настоящих. Ненавижу твою глупую собаку, но почему? Всё ещё люблю тебя. Я всё ещё люблю тебя. Ну, где ты там, как ты там? Напиши хоть слово, с кем ты там. Кто с тобой сидит почаще дома? Я не буду больше пристать. Я ведь сказал всё, что я хотел сказать. Моя рука у телефона. В общем, ребят, наступил следующий день. До сих пор я жду ещё датчик, пока он никак не придёт мне. Короче, съездил я вчера вечером на мойку, сразу же её помыл тачку, да, загрузил к себе в телеграм, полностью, соответственно, отснял, ну, как обычно. Ну, и, короче, есть уже первые заинтересованные лица. Выставил я её за 340 тысяч рублей, я считаю, это вполне адекватная цена, самый низ рынка, самое дно тут. Ну, по факту тут гудит редуктор, да, с чеком уже как бы, ну, практически разобрались. Может, поменять датчики были, я уже заказал его. Ну, и по кузову, так, по мелочи. Короче, человек мне ещё вчера вечером написал, мы с ним так побеседовали, короче, он готов прям забрать автомобиль за 330 тысяч рублей, хочет приехать сегодня, да, была в лакаре. Не знаю, успею ли я поменять датчик, но он даже, если приедет, в любом случае, он не доедет, поменяет сам, как бы, ну, я думаю, что мы этот момент решим. В общем, сейчас я ему ещё раз звоню, уже, так сказать, решающий звонок, приедет он или не приедет. Да, алё. Алло, Миша вот. Да, миха. Ну, чё-то. Я тогда сам перезвонить уж. Да я вас звоню. Ну, чего, мне выезжать или нет? Ну, наверное, будешь забирать машину, значит, выезжай. Да, 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 конечно, Михаил, я же написал уже, блин. Так, а ты говоришь, там, бла-бла-карт, чё-то, не? Да, блин, я посмотрел, чё-то там с этими, проблемы, блин, с машинами, по-моему, ну. Так, а как же ты сейчас хочешь выезжать тогда? Да я думаю, приехать к тебе на своей машине, отдать тебе деньги, и, может, оставить себе там деньги на платную стенку, кроме того, заберу её. Давай тогда сегодня закроем этот вопрос, либо, я не знаю, либо, ну, если неудобно, дай воскресенье. Да нет, мне... Тебе сейчас удобно, нормально? Мне-то удобно, я в плане того, что я не знаю, как, я тебя и спрашиваю, как ты приедешь, ну, сразу же заберёшь её или потом заберёшь, вот я тебе... Да ладно, я сейчас сам-то разберусь, как чё. Сейчас муж человеком... Ты можешь приехать, хоть, ну, хоть сейчас прям выезжать, я, в принципе, ну, свободен, я могу тебе, это, как бы, не вопрос. Ладно, я понял, муж. Я сейчас разберусь здесь сработать, ну, чтобы пораньше уйти, и потом уже решу, на чём поеду, и тебе, если можно, я перезвоню, скажу, на чём я еду, хорошо? Да, примерно через сколько ты перезвонишь? Ну, может, через час. Ну, ориентируюсь, я только вечером к тебе смогу приехать, раньше я никак не смогу приехать. В общем, ребят, забрал я, короче, датчик, вот так вот он выглядит, стоит он всего лишь 600 рублей, сейчас мы его накинем. Так, вот это вот старый получается, и вот здесь вот трещинка. Ну, да, и через него масло гонит, через фишку. Всё, сейчас мы его тут поставим, будет чётко, да? Приветствую. Приветствую, я с вами. Здравствуйте. А ты что-то нормально доехал? Да, всё хорошо. Долго только, вчера ещё кто-то. Ага. Лишник получился. Ну, вот, собственно, автомобиль. Всё устраивает. Ты что, смотреть не будешь, что ли? Или ты по видео всё понял? Я по видео, собственно, я, конечно. Ну, короче, вчера мы это, с датчиком-то разобрались всё-таки, всё там, ну, ничего не троит, вообще ни одной ошибки нет. Ну, единственное чё, это катализаторы, она говорила, вот, то, что в видео, то, что они вырезаны, на самом деле они не вырезаны, я не знаю, почему она так сказала, то есть, возможно, они забиты, потому что машины старые, ну, там уже с нами всё вырезаны. Не, ну, сейчас вообще ни одной ошибки нет по машине. Ну, я имею в виду двигатель, коробка. Ну, её сейчас держит или не держит, я-то говорю? Чего? Как бы, вроде, удержал, а сейчас уже не держит? Нет, тяжело, нет такого, что прям она как-то должна ехать, прям как с завода, мне кажется. Единственное, что ещё из ошибок, это правое зеркало не складывается, одна лампочка заднего ухода не горит и подсветка, ну, это габариты передние, и всё. Это вот единственные ошибки по машине через компьютер, даже если смотреть. Ну, в общем, это, там, два ключа, кондиционер заправлен, всё дует, видишь, все ошибки, они сгорелись, они сразу газутут. Чё, пишем договором? Да, 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 я, в принципе, я уже подготовил, что-то покажу. Эта, диагностическая карта до 0,9-20, это что у нас, август, что-то, начать? Сентябрь, 0,9-10. Да, сентябрь, да. Ну, покажи на поездик. Ключ здесь второй, ТС, 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 там, в этом, как бы, в багажнике докатка, аптечка, ключи, ну, весь набор там какой-то. Ага. Данкред, по-моему, здесь даже АУКС есть. Ну, 2007 года, часть денег, налички, часть надо перевести, будет. Часть налички, часть перевода. Да, здесь 200. Ключи 200 и 30 мне на карту, да? По телефону, да? Ну, наверное, да. Там будет комиссия, не будет комиссия, интересно? У тебя, наверное, вообще хотели, блин. Все, наверное, купить, нет? Ну, вот мне пишут, да, люди. Много. Сейчас там, давай, сейчас я выезжаю, подожди, уже. Канал все. А, вот, супер, что ли? Еще раз, пересчитай здесь, что все, 130 тысяч рублей. Так, и здесь 200, да, получается? Да. Сейчас мы посчитаем сейчас. Так, все, 200, 130, итого 330 тысяч рублей. Поздравляю. Спасибо. Все, ребят, БМВ продано. Ну что, ребят, наступил следующий день. В общем, вчера продал я БМВ, как и говорил человек, приехал, без лишних вопросов, чик-чик, и забрал тачку. Забрал ее за 330 тысяч рублей, выставлял я ее за 340 в телегу. Ну, прям быстро она, короче, отлетела. По вложениям тоже я в нее практически ничего не вкладывал. Это купил только датчик 600 рублей, 700 рублей отдал красавчику там, за диагностику, за все вот эти дела, то, что он менял датчик, лазил, смотрел, 500 рублей на мойку, и, короче, получается 1800. Ну, округлим, 2000 рублей, то есть брал за 290, продал за 330, и того, грубо говоря, заработал 38 тысяч рублей. Я считаю, это неплохой результат. А теперь, значит, с Мерседесом. Как и говорил, Мерседес я тоже буду продавать. Хотел сегодня выложить его в телегу, но пацаны, знакомые пацаны, тоже, кстати, блогеры, они из Москвы. Они мне пару тачек, кстати, недавно смотрели. Чуть позже выйдет выпуск на втором канале. Вообще они меня выручают, им огромное спасибо. В общем, они заинтересовались вот этим Мерседесом. У них там, потому что в Москве цены начинаются, ну, вообще от 130, и это вообще они там все в хлам разбиты. Я, конечно, не знаю, что они на продажу или для какого-то проекта. Короче, суть такая то, что они у меня выкупают этот Мерседес за 130 тысяч рублей. И выкупают очень интересно. То есть они не приедут сюда, они смотрят все мои видосы, все видели. Я им отснял подробное видео еще раз по Мерседесу. Все рассказал, все косяки, плюсы-минусы, что делал. Да, они, в принципе, все сами видели. Короче, они мне предлагают, чтобы я отправил тачку на эвакуаторе в Москву. То есть вот, например, сейчас я им звоню, да, там, я не знаю, можно по фастайму, то есть либо просто по телефону. Они мне скидывают 130 тысяч рублей, приезжает эвакуатор, я его гружу на эвакуатор, ну и, собственно, отправляю к ним. Он приезжает туда, они все это дело отснимут и, соответственно, пришлют материал, чтобы все было честно. Вот такая вот продажа. Я думаю, что глупо отказываться от такого предложения. Тачка мне это обошлась в 90 тысяч рублей, это вместе с покупкой, да. То есть если я продаю за 130, итого я зарабатываю на этом автомобиле 40 тысяч рублей. Неплохо, все-таки у нас проект тачка за миллион, да, накопить на тачку за миллион рублей путем перепродажи автомобилей. Конечно, попарило мне мозги, но тачка старая, понятное дело, плюс еще проблемные, Мерседес. Короче, уже жду эвакуатор, причем эвакуатор наш нижегородский, он повезет уже тачку в Москву. А сейчас, я думаю, что надо еще раз набрать пацана, уже нормально на камеру все заснять, чтобы было все честно, чтобы они мне перевели деньги. Ну и, соответственно, я отправил тачку. Алло. Здорово. Роман, привет. В общем, вот я пригнал тачку уже на место, где мы будем грузить. Вот, у тебя, может, какие-то еще вопросы есть по автомобилю? Да не, мы с тобой пообщались, ты мне все показал, мне все понятно. Ну а ты хоть расскажи, вы что с ним делать собираетесь? На перепродажу или что-то, проект какой-то? На перепродажу, мы чуть-чуть его по внешке доделаем, то, что вот ты фотки показывал, там кое-что не хватало. Потом ты усилий сказал, что у тебя там... Вот он стоит, короче, ждет, ждет. Да, да, да. Вот. Ну, так сказать, придадим плеска и лоска этому старому коню и попробуем продать его подороже. Ну че, ты тогда, получается, сейчас мне скинешь деньги или когда я загруженную уплату? Нет, прям сейчас скину, а че? Как бы мы с тобой не первую машину покупаем. Ну да, вы у меня уже тачку забрали, тем более. Да, там периодически на связи, поэтому доверие есть. Ну давай тогда че, скидывай, я жду и отправляю, звоните. Давай. Окей. Угу. 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 в общем только что мне скинули деньги за mercedes 130 тысяч рублей мы практически его погрузили на эвакуатор спасибо огромное кириллу это наш местный эвакуаторщик нижегородский кстати номер телефона я здесь оставлю у меня постоянно выручает если кому-то нужно будет переправить куда-то автомобиль то обращайтесь я думаю если от меня обратить будет скидочка у нас уже время практически обед но я думаю что к вечеру тачку он привезет неплохой был опыт с этим автомобилем да немного конечно грустно но все-таки двигаемся дальше короче следующий кадр уже будет москве как пацаны его выгружают нас это будет вечером на у вас буквально через секунду а вот и закончилась эта долгая история с мерседесом конечно немного грустно с ним прощаться но нужно двигаться дальше парни которые купили у меня эту тачку собираются ее восстановить я могу пожелать только удачи у них есть свой канал называется зазор авто в общем кому не безразлична судьба этого умеренно и интересно что с ним будет дальше то ссылочку на ребят я оставлю в описании ласточка приехал помотала и извинка я но все равно лайба такая здоровая сейчас она как сделает бу-бу-бу какого-то все в песне смотри смотри просто блядь пушка интересно навалить на них сейчас навалишь просто пушка луха ревелаж шторки сзади все как надо давидович бы тут по-любому не отказался дать на клык но вот такие вот они в воскресной покатушки в москву все стоит поэтому все очень долго но парень красава не очень с эвакуатором случилось по дороге умер генератор сейчас наверное ему сервис будем искать вместе все если он не нашел по дороге сам но выглядит это все очень эпично все нормально нормально так заправились рома говорит что машина едет по-другому сейчас блин жалко знаешь что что мы сейчас не первые на светофоре отпусти 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 его ебать ну что ребят тачки проданы сейчас немного посчитаемся уточнимся по бюджету ну и погнал искать очередную бричку короче получается на мерседесе я заработал 40 тысяч рублей потому что мне обошелся в 90 продал за 130 ну и на бмв я заработал 38 тысяч рублей потому что вложил я всего лишь в нее 2000 рублей и того продал за 330 а брал за 290 короче 38 тысяч рублей за пару дней я думаю неплохой результат теперь складываем весь бюджет короче изначально было 178 плюс 328 и плюс 130 и того по бюджет проекта тачка за миллион на данный момент составляет 636 тысяч рублей я уже придумал какую я тачку буду искать на этот раз это будет каен прям сто процентов каен причем каен я буду искать с рестайлинга то есть 2007 года понятно что там ценник уже на порядок больше но все-таки буду искать ну хочется мне каен насколько вы помните да по второму моему каналу там два каен или три я смотрел не купил не получилось короче сто процентов буду искать каен прям до талова ну не знаю ну хочется мне короче каен блин из деревни я с области хочет такое интересное но я думаю вам тоже будет интересно если я обычно какую-то тачку куплю до вообще не интересно будет согласитесь поэтому хочется такое неликвидное что тяжело прям продать проблемные в общем ищу каен надеюсь что найду буду забивать где-то до 500 до 600 тысяч рублей хотя у них рынок там 550 наверно только начало в общем все погнал искать ну что еще я короче каен забил до 600 тысяч рублей с 2007 года то есть это уже в рестайлинге тут конечно цены на порядок дороже забил значит нижний новгород плюс тысяч километров ну и до 600 тысяч самый дешевый каен это получается вот 400 тысяч рублей но его рассматривать не вариант так как у него полностью выгорел салон так дальше значит у нас идет цена очень интересная это 450 тысяч рублей стоял короче он за 550 porsche каен turbo с то есть самая мощная версия 48550 лошадиных сил такой довольно таки мощный жребец да так для нас самое главное это коробка мотор и пневма по кузову все это дело сделается в общем смотрим фотки видно да две двери у нас такие кривоватые косые вообще другого цвета так с панорамой видно да в шпакле двери ну левая сторона в принципе нормально салон по салону тоже в принципе ничего такого так у нас еще на бампере немного треснут фонарь так давайте почитаем описание юридически чистый автомобиль в максималке на панораме технические авто без проблем мотор работает идеально масла жора нет коробка без пинков пневморабот подвеска не стучит стекла все целые электрика работает кондиционер холодит по кузову вопросы смотрите фото цена такая резина остаток 30 процентов обмен осмотрю торга нет вообще алё здравствуйте вот по поводу объявлений звоню да слушаю вас автомобиль продается еще да продается расскажите там постоянно вкратце да, я сделаю вам так пишите смсчкой в номер ваттапа в АШЛСКИМОВИДЕО там детально все у нас там взломоконки с проблем автажера нет порога не пинает а пневмопускается по поводу есть вопрос я сейчас показываю рассказываю а шумов никаких нет в двигателе посторонних не понял шумы есть какие то в двигателе посторонние нет я же тебе говорю мотор в идеале никаких вопросов мотор нет а 3000 км подливают 2 литра на 3000 км и а если с паршой сталкивались то расход вообще не очень вот резина задняя праздника заводки процентов 20-30 км в принципе все мотор торопка вообще нет завод пол оборота завод часа он перекрытие 800 нагревается пару минут не греется не кипит кондиционер заставлен работать по правой стороне было протянуто сделать горяво не буду говорить что я собственник этого автомобиля потому что машина за счет машина это у меня и поехала на 3000 км за 2000 км долю гипермасса по подъездке каких-то посторонних там яму поднимали на подъемнике был надорван пыльник на шаровом но шаровое хорошее хорошее что еще можно сказать заводишь машину чеки ошибки Москва фибрации остается ошибка по подушке и ошибка по датчику по мотору вопрос нет мотор коробка наглана турбина все красиво все работе вопросов надо работать с мотором а по документам что сам главный вопрос а по цене что будет по цене 430 это самый край это край 410 давали 415 давали машину я считал 430 значит поэтому 430 я отдам я понял давайте я подумал и если что наберу по силам что пошли третья платформа первая путь пошли на фон у нас подожди на альфах крутись и там написано должно быть там написано должно быть может подойти короче только сели три с половиной часа и мы в принципе на месте ну и собственно будем встречать Мурзика на 550 да а а а а а и а ну да а ну что ребят вот мы и приехали короче в москву в принципе быстренько долетели буквально там ну три с половиной часа где-то короче у нас уже темнеет да уже стемнело в общем сейчас я поеду к торговому центру где мы в принципе и обговорили что встретимся с хозяином но я думаю что это уже будет следующем выпуске потому что у нас выпуска это получается очень длинный и мне кажется но будет правильно сделать на следующий выпуск в общем не знаю пока куплю не куплю какие вообще будут первые впечатления хрен его знает пишите в комментариях кто что думает по этому поводу но на этом все всем спасибо за просмотр еще раз говорю пишите свои комментарии ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан не забывайте про инстаграм про телеграм а я поехал за гаеном всем удачи и пока